Очень важно помнить, что при Петре менялись не только границы, менялось и самое название российского государства. На карте мира появляется новое государство – Российская империя. Российская империя – великое государство, которое на карте мира заняло достойное место. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1700 году начинается тяжелая, но победоносная для России Северная война. Предыстория этой войны такова. Во время Великого посольства Петр тщательно изучил ситуацию в Европе и понял, что его заветная идея создания коалиции, антитурецкой коалиции для борьбы на Черном море, что эта идея в настоящее время нереальна. Никто не хотел воевать с Турцией. Слишком велика была эта в то время сильнейшая держава не только Востока, но и Европы. Однако Петр обнаружил, что есть возможность создать другую коалицию – коалицию против Швеции. Коалицию, в которую вошла кроме России Дания и Речи Посполитые, поскольку у них были свои отношения с Швецией, своя вражда, и они готовы были вместе с Россией начать эту борьбу. И вот когда Петр это понял, то он решил, что нужно менять ориентиры его внешней политики. Нужно на время отказаться от борьбы на юге и перебросить свои силы на север, начать борьбу против Швеции на Балтийском море. И вот Северная война была как раз результатом этой переориентации нашей внешней политики. Надо сказать, что в Швеции в это время был молодой и энергичный король Карл XII, который считался, по праву считался, одним из лучших полководцев тогдашней Европы. И вот встреча с этим полководцем оказалась трагической для нашей армии. В ноябре 1700 года, в самом начале Северной войны, русская армия была разгромлена в битве под Нарвой и шведами, и Карл XII торжествовал победу. Но Карл XII недооценивал энергии Петра, недооценивал вообще потенциальных возможностей, которые накопила Россия на протяжении 17-го столетия. Война затянулась, она продолжалась 21 год. Ну, нет необходимости говорить об этом подробно, потому что это слишком большая тема, но наметим просто основные события Северной войны пунктиром. Первое – это битва под Нарвой, неудача русской армии. Второе – это 1708 год, битва при Лесной, победа русской армии. Наконец, Полтавская битва, лето 1709 года, победа русской армии. Ну и, наконец, два морских сражения. Это битва при мысе Гангут, 1714 год, и битва у острова Грингам. Вот пять основных сражений Северной войны. Итогом Северной войны была победа России. Россия заключила со шведами нештатский мир в 1721 году, и по условиям этого нештатского мира Россия получала огромную полосу побережья от Выборга на севере до Риги на юге. На этом побережье было восемь портов. То есть задача, которая ставилась перед Россией – получить выход к Балтийскому морю. Она была полностью решена. И в этом отношении Петр мог праздновать победу. Что он и делал, вспоминали современники, как он плясал по столам, как он радовался несколько дней подряд, так сказать. Вся Москва гуляла, потому что 21 год воевали, сколько людей потеряли. Наконец, все это недаром достигнута цель. Это великая победа действительно была в русской истории. Бывали и неудачи в военной истории Петра. Например, 1711 год. Он решил попробовать прочность турецкой армии, так называемый Прутский поход. Прутский поход оказался неудачным. Пришлось срочно подписывать мир, по условиям которого мы вернули Турции Азов. Мы срыли укрепление Таганрога. Ну, в конечном счете, Петр решает начать борьбу на Кавказе. Его так называемые персидские походы уже в 20-е годы, которые, ну, в целом окончились успешно для России. Первый персидский поход 22-го года, он завершился неудачно, потому что не подготовлен был тщательно. А второй поход более подготовленный. И мы получили территорию Южного Азербайджана и части Ирана. Но почему это нужно было для России? Потому что, собственно говоря, речь шла уже о противостоянии с Турцией. В том регионе усиливается Турция. И чтобы не допустить дальнейшего усиления Турции, Петр считал необходимым нанести вот такой удар по Закавказью. Но это не была стратегическая цель России. Это была просто военная необходимость, сложившаяся в это время в регионе. В конечном счете, когда мы говорим о военных победах Петра, то мы всегда должны помнить, какой ценой это было достигнуто. И что нужно было сделать Петру, что нужно было достичь для того, чтобы одерживать эти победы. Иначе говоря, здесь возникает тема Петровских реформ. Без Петровских реформ невозможны были военные победы. Военные победы и вообще потребности русской армии были как бы таким мотором, двигателем, который заставлял работать реформы в экономике, промышленности и во многих других областях. Что же это были за реформы? Ну, начнем, наверное, с самого трудного, самого сложного для Петра. Это реформы в области экономики. Для того, чтобы иметь сильную армию, ее нужно было вооружить. Для того, чтобы ее вооружить, подготовить, нужны были мануфактуры, которые производят все необходимое для войска. Пушки, ружья, солдаты должны носить какую-то солдатскую форму, ну и так далее. Значит, нужна развитая по тем временам экономика. Но для развития промышленности во все времена нужны три условия. Капитал, свободные рабочие руки и рынок сбыта. И вот с этими проблемами у Петра, конечно, были серьезные трудности. Ну, во-первых, капитал. Для того, чтобы построить мануфактуру, нужно сначала вложить деньги. Значит, где он брал деньги для своих мануфактур? Прежде всего, конечно, это рост налогов. Традиционная, увы, для России форма, так сказать, получения прибыли. Известно, что при Петре налоги плодились со страшной быстротой. Налоги новые, налоги старые, но повышенные стоимости. Ну и, наконец, знаменитая подушная подать. Универсальный налог, который позволил подполнить казну, ну, в несколько раз. Кроме того, он посигнул на золото церкви. Он запретил церкви приобретать новые вотчины. Он провел секуляризацию церковных земель в некоторых районах. Не полностью, но частично. Ну и, конечно, он просил у монастырей взаймы денег, но потом их никогда не возвращал. Золото церкви – это один из источников пополнения казны. Затем режим экономии. Петр сам был очень бережлив в своей повседневной жизни и требовал этого от своего окружения. Современники пишут о том, что он никогда не пользовался роскошными каретами или какими-то другими дорогими вещами. Старался быть как можно скромнее в повседневной жизни. Ну, лежачая казна. Петр запрещал людям прятать деньги. Он говорил, что деньги должны работать. Если у вас есть деньги, и вы их прячете, то вы преступник. И тот, кто доносил на то, что кто-то в подвале, в кубышке прячет деньги, тот приходили с обыском, находили эти деньги. 25% доносчику, остальное уходило в казну. Деньги должны работать. И каждый должен был объявлять в начале года, что он владеет вот таким-то капиталом. И когда он это объявлял, то ему тут же давали поручение построить корабль, или построить мануфактуру, или открыть какую-нибудь мастерскую. Но деньги должны работать. Вот принцип Петровской финансовой политики. Вот так худо-бедно, как говорится, но капитал он находил. Дальше. Вот дальше проблема была свободные рабочие руки. Крестьяне все крепостные. Нет свободных людей, которых можно было бы нанять на работу на эти мануфактуры. Свободные рабочие руки в крепостнической стране. Для того, чтобы решить эту проблему, Петр сделал необычное, в общем, решение. Он разрешил предпринимателям покупать крестьян для работы на мануфактурах. И вот эти крестьяне, купленные, по сути дела, как рабы, посессионные крестьяне, так называемые, они вынуждены были работать на мануфактурах, принадлежавших какому-то частному предпринимателю. Покупать мог, условно говоря, Строганов или кто-то еще из петровских сановников. Значит, вот это посессионные крестьяне. Кроме того, государственные крестьяне вместо отработки повинностей должны были работать на заводах определенный срок. С другой стороны, когда мы об этом говорим, возникает вопрос рынка сбыта. Но рынка сбыта как раз проще всего было решить этот вопрос. Потому что государство само приобретало продукцию петровских мануфактур. Потому что вся эта продукция была в основном на 90%, то, что мы называем военно-промышленный комплекс, то есть то, что нужно для армии. И поэтому уж государство не обманывало своих поставщиков, потому что государству нужно было получить продукцию. А вот таким образом получалась парадоксальная ситуация, когда развитие промышленности шло одновременно с развитием феодально-крепостнических отношений. Петровские реформы не означали развитие капитализма, они означали распространение феодализма на сферу промышленности. И в этом их парадоксальность. Они как бы соединяли два встречных исторических потока. Но так или иначе, экономика Петровская работала, финансы были найдены, нужны были административные реформы. Административные реформы, которые провели бы модернизацию государственного аппарата. Петр создал коллегии, то есть новые, принципиально новые органы центрального управления. 12 коллегий. Затем Петр провел губернскую реформу, разделил всю Россию на 8 губерний. Петр создал так называемую табель о рангах. Это было замечательное изобретение, потому что эта система, когда все служащие разделены были на 14 классов, эта система создавала мощный стимул для чиновников работать, для военных служить. То есть, поднимаясь по ступенькам этой табели о рангах, человек получал дворянство, если он его не имел, конечно. Большинство служащих, чиновников не имели, служащие мелкие офицеры тоже не имели дворянство. И вот дойдя до, условно говоря, 7 класса, они получали дворянство. А что такое получение дворянства? Получение дворянства – это право владеть крепостными, право иметь постоянный оброк, который обеспечивал помещика до конца его дней. Поэтому стремление получить дворянство, не говоря уже о том, что это статус, это совершенно другое положение в обществе, заставляло людей служить. Служить по гражданской линии, по военной линии или по придворной, стремясь получить себе вот это долгожданное право дворянства. Ну и вот, в конечном счете, был создан еще и такой орган-синод, с помощью которого Петр контролировал церковь. Он весьма критически относился к церкви, и хотя нельзя сказать, что он был атеистом, но тем не менее, он считал, что церковь должна быть сугубо под контролем государства. И что доходы церкви чрезвычайно велики, и что нужно эти доходы контролировать. И с этой целью он создал такую структуру, которая сначала называлась монастырским приказом, а позднее стала называться синодом. Синод – это орган высшего церковного управления, во главе которого стоит гражданский человек. Обычно это был генерал в отставке, либо губернатор в отставке, которого государь назначал оберпрокурором синода. Таким образом, созданный Петром синод оказался эффективным инструментом контроля за доходами церкви, контроля за политическими ситуациями, в которых попадала время от времени церковь. Одним словом, это был необходимый элемент Петровской системы государственной власти. Но, конечно, самой главной и самой трудной для Петра реформой стало создание новой армии, основанной на принципах регулярности, на принципах рекрутских наборов, создание новой Петровской армии и флота, который создан был Петром практически с нуля. Сегодня Россия получила современную для того времени армию и современный флот. И благодаря вот этим вот достижениям она стала уже действительно страной, с которой все считались, страной, которая была сильной европейской державой. Субтитры создавал DimaTorzok